Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Блажков Илья Владимирович, я физик, преподаватель физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. И сегодня вам на радость и мне на утеху мы поговорим об очень любопытных вещах, о передовом крае современной науки. Наука фотоника прочно пролезла в нашу научную жизнь, настолько прочно и настолько широко, что занимается ей чуть ли не каждый второй ученый, физик, и, кстати, не только физик по всей планете. Что же такое фотон? Фотон в переводе с древнегреческого — это свет. Это такая элементарная частица, отвечающая за электромагнитные взаимодействия. Фотон распространяется в вакууме исключительно только со скоростью света. И вот возникает самый банальный простой вопрос. Чем же так частица света в 21 веке заинтересовала и продолжает интересовать ведущих ученых? Неужели осталось что-то неясным? Да, осталось. Осталось научиться, что называется, правильно пользоваться фотоном, уметь им управлять и применять его на благо человечества. Да, термин фотоника придумал наш соотечественник, академик Теренин. И не просто придумал, а выделил целое направление в науке, как раз под названием фотоника. Смог определить ее особенности таким образом, что фотоника безо всяких проблем смогла отделиться от оптики и занимает свое полноценно обособленное положение. Можно сказать, что официальным годом рождения фотоники является 1967 год. Почему именно этот год? В этот год вышел труд Александра Николаевича Теренина под названием «Фотоника молекул красителей». Речь идет не о лакокрасочных работах, а об изменении электронных свойств атомов и молекул при поглощении света. Ну а следующий, не менее, это, собственно, центральный вопрос. А чем вообще занимается фотоника? Как ее так четко смогли отделить от оптики? Сначала приведем к определению самого Теренина. Фотоника изучает изменения физических и химических свойств вещества под действием света. Современное определение несколько отличается. Действительно, должно было что-то поменяться за 50 с лишним лет. Фотоника изучает генерацию, распространение и детектирование, то есть определение фотонов, а также контроль и управление оптическими сигналами. С чем было связано вообще в принципе появление идеи выделить фотонику в отдельную отрасль науки? Связано это было, безусловно, с изобретением лазера. Произошло это чуть раньше, чем публикация Теренина, в 1960 году. Лазер. Причем здесь фотоника? Можно сказать, что лазер это и есть фотоника, потому что в основе лазера лежит взаимодействие света с веществом. И действительно, частица света фотон находит на своем пути, допустим, атом и выбивает из него, ударяется об него и выбивает из него еще один фотон. Фотонов становится два, они летят дальше счастливо, встречают два новых атома, выбивает еще два фотона, фотонов становится четыре, потом восемь, шестнадцать. И так в геометрической прогрессии стремительно растет их количество. Лавина, как говорят. Так происходит усиление света. Прелесть лазера заключается в том, что он излучает энергию очень конкретной, известной нам величины. Как говорят физики, излучение конкретной длины волны. И это очень удобно для различных экспериментов. Все мы знаем, что в физике фундаментальный закон – это закон сохранения энергии. Поэтому мы изучаем превращение одной энергии в другую. Соответственно, лазер, освещая какую-нибудь другую поверхность, нам интересно, что он с ней сделает, мы всегда четко знаем, а какую энергию мы посылаем этой самой поверхности. Поэтому лазер так удобен. Действительно, лазер прочно вошел в нашу жизнь. От лазерной коррекции зрения до промышленных резаков и до сканеров штрих-кодов. Вот. Перечислять другие применения, пожалуй, бессмысленно. Хотя… С другой стороны, помимо лазера, как бы это такое следствие, возникло оптоволокно. Возникло оно в 70-х годах и представляет из себя такие прозрачные тончайшие нити. Это поистине удивительный материал, десятки километров такого прозрачного оптоволоконного кабеля прозрачнее, чем метр, всего лишь метр оконного стекла. И это позволяет перейти, по сути, от электроники, знакомой нам всем в 21 веке, к фотонике. То есть заменить электрон, как носитель информации, на фотон. Оптоволокно применяется, как я уже говорил, в первую очередь для интернета. Причем уже достаточно давно, уже 15 лет как, в 2006 году, были разработаны специальные стандарты скорости передачи информации по оптоволокну. Мы сейчас знакомы, какие тарифы нам предлагает провайдер, провайдер интернета. 100 мегабит, 300 мегабит. И в лучшем случае мы получим на выходе 50, 60, 70 мегабит в секунду. То есть миллионы бит. Стандарт оптоволокна еще 15-летней давности — это 10,40 гигабит. То есть речь идет о порядке в тысячу раз большем, чем мегабиты. При этом речь идет только об одной тончайшей нити, которая при помощи специальной технологии спектрального уплотнения позволяет одновременно в обе стороны пропускать сотни сигналов в одно и то же мгновение. Соответственно, скорость начинает исчисляться даже не гига, а терабитами в секунду. И рекорды ставились регулярно на протяжении последних 15 лет. В 2008 году рекорд был 11 терабит, в 2012 году — 20 терабит, а в итоге абсолютный рекорд достиг аж 255 терабит в секунду. Совершенно чумовые скорости, абсолютно недоступные нашему бытовому восприятию. Оптоволокно позволяет провести, как вы поняли, свет. Это некоторый шланг для света. Вы можете взять этот самый прозрачный шланг, запустить в него свет, и он без проблем преодолеет эту прозрачную субстанцию и появится там, где вам нужно. Сейчас я вам как раз продемонстрирую такой эксперимент, который вам и позволит убедиться в этом. Глядя на эксперимент, который я только что показал, становится понятным, по крайней мере, область применения оптоволокна в качестве осветительных устройств. Это касается, конечно, медицины, хирургии в первую очередь. Действительно, можно, простите, не вскрывая человека или животное, запустить свет в самые труднодоступные места организма, и там, проделывая сложнейшие хирургические операции, видеть все в освещенном формате. Но есть, как я и обещал, обратная сторона применения оптоволокна. Это полное поглощение света. Сейчас вы видите пример такого вещества с романтичным названием ванта-блэк. Это самое черное вещество на планете. Вещество из себя представляет такие нанотрубки из углерода, и свет, попадая между этими нанотрубками, теряется в них, поглощается веществом и переходит в тепло. Возникает вопрос, и зачем нам это надо? Представьте, допустим, спецназовца в таком костюме, покрытого вот таким веществом, темной ночью в лесу, вы его просто не увидите. Вот сейчас на ваших экранах вы видите, казалось бы, просто черный овал. Но на самом деле это не просто черный овал. Посмотрите, оказывается, это трехмерный объект. И действительно, из-за такого грандиозного процента поглощенного света объект теряет свою трехмерность для нашего зрения. Поэтому такого спецназовца вы даже не заметите, это будет для вас просто черная плоскость. Жутко, жутко. Тем более этим материалом можно покрыть не обязательно человека, а можно боевую машину какую-нибудь, ее также будет незаметно. Тем не менее, можно применять эти изобретения в мирных целях. Представьте себе, можно покрыть веществом, например, внутреннюю поверхность телескопа. И огромный процент рассеянного света, создающего искажение изображения, будет просто пропадать в нем. Мы получим высочайшего качества картинку. Кроме того, можно собирать солнечную энергию. Раз это вещество так здорово поглощает свет, собираем солнечный свет, запасаем его в каком-то виде. Но, возвращаясь к боевым машинам, одну из машин таким веществом все-таки покрыли. Но не боевую. Сейчас вы ее видите. Двигаемся дальше. Еще одно проявление фотоники зовется романтичным, загадочным словом терраностика. Это такой комплекс, такой симбиоз двух подходов. Естественно, речь идет о медицине. Это терапия и это диагностика. Из этих двух слов оно и образовано. Что оно подразумевает под собой? Мы можем посветить обычным светом, можно сказать, обычным, на человека. И получить его, можно сказать, скан. Причем такого высокого разрешения, что мы будем видеть не только мельчайшие капилляры, но и единичные клетки. А среди этих клеток, на секундочку, могут быть какие? Раковые. Подобрав определенным образом энергию вот этого светового излучения, которое мы только что сканировали с человека, изучив его конкретные раковые клетки, мы можем осветить человека таким светом, светом такой энергии, что поглотив эту энергию, именно раковая клетка лопнет. То есть мы получаем, по сути, сложнейшую, по данным меркам, операцию, но только, во-первых, без вскрытия, во-вторых, без какого-либо влияния на другие органы. Как вы знаете, современные методы лечения рака похвастаться таким не могут. Итак, теперь мы переходим к, можно сказать, центральной части моего доклада. Очень распространенное ныне, очень популярное и очень интересное направление, в том числе фотоники, это изучение компьютера из света. Да, представьте себе, из света. Казалось бы, в чем проблема? У нас у всех в карманах лежат смартфоны, дома стоят компьютеры и ноутбуки. Прекрасно работают и вроде как справляются с своим функционалом. Но во многих отраслях электронные компьютеры сталкиваются с некоторым тупиком. Как я сказал, внутри электронного, банально, смартфона 2 миллиарда микросхем. Микросхемы — это такие, собственно, электрические схемы, знакомые всем нам по школе. И все они соединены проводками. Причем, вы видели, ваши смартфоны, они очень маленькие, это значит, что и микросхемы, и провода тоже очень маленькие. А значит, у этих маленьких проводов весьма себе заметное электрическое сопротивление. А значит, эти провода замечательно греются. А значит, куча энергии рассеивается впустую. Так вот, эта проблема сейчас настолько остро стоит, вот этого, так сказать, перегрева из-за электрического сопротивления, что современные гиганты индустрии, такие как Facebook и Google, хранят свои дата-центры на полюсах Земли, в Арктике, в Антарктике. В Китае, например, дата-центры хранятся в горах на высоте более 1-2 километров над уровнем моря. То есть там, где холодно. Дата-центры — это там, где хранятся, да, господа, ваши фотографии, ваши видео, музыка. Все это требует безумного охлаждения. Приходится рвать когти, что называется. Сейчас, к сожалению, ну или к счастью, культура пользователя изменилась. Она уже не такая, как 20 лет назад. Я могу вам это подтвердить. Раньше информация хранилась на дискетах, дисках, и мы очень тщательно к этому относились. Если закидывали на диск фотографии, то мы всегда отбирали четко самые красивые, потому что диск не бесконечный, он маленький. А все остальные фотографии безвозвратно удаляли. Теперь же принято хранить данные в облачных хранилищах, кажется, что они бесконечные. Нет, они не бесконечные. Это такой же огромный, это такой же диск, но он гигантский, и где-то там безумно греется. Так что в следующий раз, когда вы бездумно забросите несколько тысяч фотографий с вашего трехдневного отпуска в горах, подумайте, что сейчас где-то на полюсе, возможно, вспотел пингвин. Для решения современных некоторых задач на авансцену выходят так называемые квантовые компьютеры. Они еще на стадии разработки, там есть большое количество проблем. Важно понять, в чем его принципиальное отличие. Вещь, что сложная, раз есть приставка квантовая, значит, говорить об этом простым языком достаточно сложно. Вам главное качественно понять, о чем идет речь. Итак, квантовый компьютер, его основа, это так называемая единица кубит. В электронике это бит, а здесь это кубит. Значит, это, поскольку компьютер квантовый, подчиняется законам квантовой физики, то есть, так сказать, его не воспринять нашим привычным бытовым способом. Ну, например, такие два основных явления, две основные закономерности в основе квантового компьютера. Это принцип суперпозиции, это один, и квантовая запутанность, это номер два. По поводу суперпозиции, здесь чистословесно представить это, пожалуй, не то чтобы сложно. Мы берем какой-нибудь атом и можем каким-то образом заставить его пребывать в двух состояниях одновременно. Если так получится, то перед нами непосредственно единица информации квантового компьютера — это кубит. Здесь часто приводят пример с котом Шредингера. Мол, если мы его в коробку засунем и коробку закроем, то мы кота вроде как не видим, и поэтому он там одновременно и есть, и одновременно его там и нет, с одинаковой вероятностью. Вот вам как раз кошачий кубит. Если мы сможем по одному проводящему контуру пустить токи в разные направления одновременно, перед нами кубит. Самый популярный метод создания кубитов сейчас основан на сверхпроводниках. И вот появляются такие современные мысли, современные эксперименты, которые связаны с взаимодействием фотонов с этими самыми сверхпроводниками. При взаимодействии фотона с массивом сверхпроводящих кубитов фотоны ведут себя любопытным образом. Часть из них, то есть определенные частоты фотонов, вместо того, чтобы идти по волноводу, они наоборот отражаются от него, и вот таким образом мы, выражаясь простым языком, можем управлять светом. А значит, можем его кодировать определенным образом, а значит, можем распространять информацию. Буквально пару слов о кубите. В чем его замечательное преимущество? Мы, я надеюсь, знаем, что в электронике есть бит, то есть ноль или единица, да, ну то есть нет или да. Кубит — это и да, и нет одновременно. Иными словами, кубит знает одновременно информацию и о положительном исходе событий, и об отрицательном. Казалось бы, ну и в чем тут выигрыш? В бите один вариант, в кубите сразу два мы знаем. Но как только количество этих самых элементарных единиц начнет расти, начнет в геометрической прогрессии расти и количество известных одновременно состояний. Ну и действительно, четыре кубита дадут уже два в четвертой степени известных состояний, то есть 16, потом 32, 64. 10 кубитов — уже тысяча состояний, 20 кубитов — миллион, а 270 кубитов дадут 10 в 80 степени. Это чудовищное число. По современным оценкам, это количество всех атомов во Вселенной. И если получится создать такой квантовый компьютер, он будет гипотетически знать одновременно про каждый атом. Ну и для чего нам это надо одновременно знать? Представьте, что перед вами стоит, как бы, простая задача. Вам надо развести 100 посылок по 100 адресам. Подберите оптимальный маршрут передвижения. Квантовый компьютер видит все варианты одновременно и просто говорит, вот этот оптимальный. Это позволит решать задачи, которые, надо сказать, нам даже еще в голову не пришли. Понятное дело, что мы можем, например, моделировать климат, где огромное количество переменных. Можем изучать деятельность мозга. Безусловно, много задач. Люди, создававшие электронный компьютер, когда-то были уверены, что тысячи компьютеров хватит на весь земной шар для решения тех задач, которые были нужны. Если бы создатели знали, что спустя десятилетия главный потребитель электронного компьютера — это игровая индустрия, у них бы волосы встали дыбом, потому что это просто странно для того времени. Так и с квантовым компьютером мы совершенно не знаем, к чему приведет его создание, какие задачи возникнут в головах. Есть ли у вас Wi-Fi, господа? Я, конечно, не оговорился. Не Wi-Fi, а Wi-Fi. Можно сказать, что это очень похожая вещь, но это лампочка, которая в виде света передает, распространяет интернет. Пришли домой, включили свет, интернет появился, выключили, пропал. Кажется, круто. Скорости Wi-Fi тоже знаменательные величины принимают. Правда, к сожалению, пока только в лабораторных условиях. Но рекорд, к примеру, 224 гигабита в секунду. Это примерно, чтобы вы понимали, 18 фильмов по полтора гигабайта каждый, скачанных за одну секунду. Вот такие вот возможности. Плюс есть такое замечательное свойство, в отличие от Wi-Fi, где, как вы понимаете, радиоволны распространяются. Такое замечательное свойство, как секретность. Wi-Fi, если вдруг у вас кончились деньги на телефоне, вы подошли к любому зданию, нашли Wi-Fi без пароля и подключились. Вот такая вот вам секретность. Соответственно, если подключится тот, кто умеет работать с этими радиосигналами, он может перехватить любую информацию. Свет, как вы понимаете, едва ли проходит сквозь стены. А значит, никто не сможет подключиться к вам. Тем не менее, какая основная проблема у этой технологии, сразу можно догадаться. Их более того, две. Первое. Когда день светлый на улице, пользоваться этой технологией, увы, не получится пока что, поскольку вокруг тьма другого цвета. Во-вторых, представьте, что вы с семьей в квартире легли спать. Вам надо в интернет, а остальным надо спать. Будете вы включать светодиоды по всей квартире, чтобы воспользоваться интернетом? Ну, может, и будете, но один раз, пока не получите дружелюбный удар. Вот такая технология очень любопытная, которая пока, надо сказать, подзастряла в своем начинании. Надо решать проблемы, в первую очередь, с кодированием информации. Теперь пришло время поговорить о непосредственно моей научной работе, которая также связана с любопытными превращениями света и со световой энергией. На ваших экранах вы видите название моей работы, переведенное на простой язык. Это такая экологически важная реакция. Легко заметить, не надо обладать особенными знаниями, что из двух вредных газов, оксид азота и оксид углерода, появляется один безвредный, это азот, который и так присутствует на 78% в нашей атмосфере, и углекислый газ, который, казалось бы, вредный. Растения, например, с удовольствием питаются. Так мы, собственно, и получаем кислород. Плюс написано, что реакция происходит на таком объекте, как оксид цинка. Это так называемый катализатор, то есть ускоритель реакции. Плюс вы видите в названии слово фото, а значит, реакция идет на свету. Ну или по-простому, моя работа называется сенсибилизация оксида цинка к видимой области в окислительно-восстановительных процессах методом самосенсибилизации и создания 2D-наноструктур с узкозонными проводниками. Бояться не стоит этих слов, это просто научный язык для того, чтобы другие ученые в этой же области быстро из названия понимали, в чем суть. Но звучит как песня. Итак, проблематика. Оксид азота, оксид углерода являются продуктами, я бы даже сказал, жизнедеятельности, промышленности и двигателей внутреннего сгорания. Ну и являются и являются. Куча машин у нас ездит вокруг, и ничего страшного вроде не происходит. Происходит, господа, мы просто этого не замечаем. Простейшая цепочка химических реакций. Молекула оксида азота встречает кислород и превращается в двуокись азота. И вторая реакция. Это двуокись азота. Повстречав молекулы воды и кислорода, вода есть в атмосфере, дают не что иное, как азотную кислоту. Да-да, это та самая кислота, которая является самым популярным источником кислотных дождей. Сейчас вы видите примеры того, что творят кислотные дожди. Выжженные леса, мёртвые рыбы, растения и тому подобное. Да и для человека, честно говоря, ничего в этом хорошего нет. Сначала эксперимент ставится в лабораторных условиях. Из баллонов напускаются, совсем чуть-чуть этих вот газиков, эноицу, перепускаются в объём с оксидом цинка, это такой белый порошок. Включается лампа, обычная лампа, и происходит, можно сказать, чудо. Я уже много лет этим занимаюсь и всё равно воспринимаю каждый раз как чудо. Действительно, посмотрите на зависимость давления от времени. Как только включается свет, давление начинает стремительно падать. Казалось бы, в лабораторных условиях вот так здорово. Что же с этим можно будет сделать? Представьте, прямо в центре мегаполисов, где основные источники загрязнений, можно поставить такие плато, покрытие им их оксидом цинка и под действием бесплатного источника световой энергии, то есть Солнца, заставить эти вредные газы садиться на поверхность и превращаться в безвредные. По сути, это искусственная имитация фотосинтеза, прообраз фотосинтеза, что в конечном счёте может привести, в общем, к революции в экологии. Не всё придётся спихивать на всю ответственность на деревья. Вот такие дела. Есть, естественно, проблемы этого исследования, их прилично, есть заметная проблема. Если туда попадает кислород, в эту самую реакцию, реакция останавливается. Ну, такая небольшая проблема. Кислорода у нас всего лишь 20% с небольшим в окружении, он везде, этот самый кислород. Надо что-то придумать. Я благодарю вас за внимание. Мы ждём вас с распростёртыми объятиями в науке фотоника. Вы видите, сколько здесь интересных вопросов. Это я ещё не осветил такие темы, как боевой лазер, плащи невидимки. Вы способны прочесть об этом сами. По крайней мере, на качественном уровне понять там несложно, что происходит. Есть даже целые невидимые здания. Я читал, прикольно. Вот, без проблем. Прям в гугл вбиваете и находите. Наука большая, говорить здесь можно много, но я желаю вам, чтобы вот это стремление к науке и сама наука освещала вам ваш жизненный путь, как, например, мне освещает наука фотоника. Благодарю вас и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»